За последние сутки в Челябинской области подтверждены 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Итого с начала пандемии в регионе 547 заболевших COVID-19. На госпитализации остаются 481 человек, 57 выздоровели, их выписали из больниц. Также Минздрав области опубликовал алгоритм действий врачей и объяснил, когда пациентам оказывается помощь на дому и в каких случаях их отправляют в больницы. Итак, при получении положительного анализа на коронавирус врач сообщает об этом пациенту. Затем журнал учета больных коронавирусом вносит плановые даты для проведения повторного анализа. Далее опрашивает пациента, чтобы уточнить его состояние. Оказывать помощь на дому врачи могут, если нет симптомов заболевания и только тем пациентам, которые не относятся к группе риска. Даже при отсутствии проявления коронавируса в больницу обязательно отправят людей старше 60 лет, беременных женщин, пациентов с сопутствующими заболеваниями, тех, кто живет с людьми из группы риска, граждан с неблагоприятными социальными условиями, а также тех, кто сам этого желает. На дом для осмотра пациента специальные бригады выезжают не реже одного раза в три дня, на 11 день и в день снятия с учета. Врачи больницы, к которой прикреплен пациент, каждый день звонят и интересуются состоянием. Если пациент решит лечиться на дому, он оформляет согласие на оказание медпомощи в амбулаторных условиях и строгое соблюдение режима самоизоляции. К сожалению, в статистике заболевших коронавирусом на Южном Урале есть и один из наших сотрудников. Сейчас он получает все необходимое лечение, самочувствие хорошее, никаких осложнений нет, болезнь протекает в легкой форме. Если ты нас видишь и слышишь, держись. Мы желаем тебе скорейшего выздоровления и продолжаем работать, а зрителей призываем на этот период оставаться дома. Продолжение следует...